Всем привет! Сегодня рассмотрим проблему с Faceit, а именно ошибка античита. Можете обратить внимание, как она выглядит. Эта ошибка, как правило, связана с 11 виндой, а именно с ее установкой на старые компы, где не поддерживается модуль TPM 2.0. Или уже у вас просто отключена безопасная загрузка. Как видите, я зашел в сведения системы, и здесь мы видим режим BIOS устаревший, а должен быть UEFI. А также состояние безопасной загрузки не поддерживается. У вас вы можете наблюдать просто состояние отключена. Ее нужно будет включить. Сейчас все покажу. Есть вероятность, что при отсутствии модуля TPM 2.0 у вас ничего не получится. Скорее всего и будет. Но попытаться мы все равно попробуем. Сейчас вы наблюдаете, что необходимо сделать. Вот такой вариант BIOS. Ищем вкладку загрузки, дальше раздел KSM. Заходим в него, отключаем запуск KSM, чтобы винда грузилась в UEFI режиме. Далее переходим в безопасную загрузку. Здесь выставляем режим Windows UEFI. После чего переходим в управление ключами. И нажимаем установка ключей безопасности по умолчанию. Не забываем сохранить настройки BIOS. Скажу сразу, что в моем случае у меня не удалось этим способом решить проблему. Мой жесткий диск отказался загружаться в режиме UEFI. Потому что типом разделов моего диска является MBR, а нам нужно перевести его в GPT. Если будете пробовать, то пробуйте. В интернете есть информация, как это сделать. А сейчас вы наблюдаете вариант тех же настроек, только немного на другом BIOS. Также покажу вам, как включить Security Boot на других вариантах BIOS, например HP. Выбираем Load HP Factory Default Gates. Включаем его. Ну а далее включаем Security Boot. И все. Не забываем сохранить настройки BIOS. Вот вам еще один вариант включения TPM 2.0 на другом BIOS от MCI. Не забывайте, что везде придется включать тип загрузки операционной системы UEFI. Какой вывод об этой проблеме мы можем сделать по итогу? Дело в том, что устанавливая Windows 11, обратите внимание, что вы пытаетесь установить ее на свой старый компьютер. Если у вас не поддерживается модуль TPM 2.0, то скорее всего, если вы любите играть на FaceT, то у вас здесь проблемы возникнут. Все эти методы, что я перечислил, могут вам помочь, а могут и нет. Потому что эти методы я пробовал уже на нескольких компьютерах, в том числе и на компьютерах друзей. Кому это помогало, а кому нет. И вывод я сделал, что помогало лишь тем, у кого присутствует модуль TPM 2.0. Но он просто был отключен. Также варианты, как включить именно на вашем BIOS модуль TPM 2.0 присутствуют в интернете. Вы можете внимательно поискать, обязательно найдете, если не нашли в моем ролике. Обязательно настройка выставления типа UEFI при загрузке в операционной системы. Если у вас это не получается, значит просто переводите тип разделов своего жесткого диска в GPT формат. Есть еще один вариант решения, если прямо вы очень сильно любите FACID, то есть вариант купить этот модуль TPM 2.0. Они продаются, вставляются в материнскую плату и затем у вас все будет работать. Цена его около 3000 рублей, поэтому не знаю, будет ли это вам интересно, но все же как вариант решения он существует. А вообще самое лучшее решение в этом случае это не заморачивать никому голову, зачем пользоваться 11-й Windows, если он у вас не поддерживается. При этом вот такие страдания испытывать, можно же обратно перейти на 10-ку. Не заморачивать никому голову и спокойно играть на FACID. Что я в принципе рекомендую сделать, если у вас ничего не получается. Самый-самый лучший вариант. 10-ка еще будет поддерживаться до 26-го года, а после окончания поддержки еще будет работать лет 5. Короче, десяток лет у вас есть в запасе. Я вам рассказал о том, что я знаю, о том какую информацию я собрал, потратил на это не очень мало времени. Я бы даже выразился, что достаточно много, облазил все форумы, все пересмотрел. Только такие варианты, ребят. В остальном, если вы что-то еще знаете, пишите в комментариях, обязательно рассмотрим другие варианты. Может все-таки у нас удастся как-то обмануть Windows 11, чтобы и пользоваться ей без проблем, и в то же время играть на FACID тоже без проблем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.